Девушки отдыхают 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 Ermo Soko худl Saw Ben Так 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 Хорошо 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 Ну Гадой Я Бег 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 Высше ножку! Высше ножку! Молодцы! Егоркин, почему прогулял? Слон пришёл. Какой слон? Индийский. Егорушка, покататься дашь? Ай, Егорушка, отстань. Куда он денется? Он у нас добрый. Егорушка, ты у нас добрый? Тебе слоны приходят, да? А что ты на нём в школу не поехал? Всё, урок окончен. Слушай, что с тобой происходит? Прогуливать начал? Я же сказал, слон пришёл. Всё? Поедешь в спортинтернат. А как же мать одна? Потом слон. Слон, крокодилы, бегемоты. Я серьёзно. Егорушка, вот ты 100 метровку бегаешь за 12 секунд. Вот это вот уже не фантазия. Это серьёзно. Никуда я не поеду. Я тебя в мешок посажу и отвезу. Ну-ка, попробуй. Вкусно, толсто. Пойдём. Идём, идём. Иди сюда. Иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давай, давай! Падет! Вперед! Вперед! Наверное, устал? Ну, ладно, хватит. Спасибо, толстый. Умница. Ты мой, ты теперь мой толстый. Ты мой, я твой. Мы всегда будем вместе. Рабочие видели следы на переправе, а паром нашли вот здесь, в излучине, в сорока километрах. Он погиб. Бедный Чанду. Летали вдоль берега. Тела нет ни живого, ни мертвого. Поиск с воздуха надо было начинать сразу по обоим берегам. Здесь есть три места. Леспромхоз, ферма и заказник. Надо сообщить Егоркиной, Дятлову в леспромхоз и директору фермы. Связь я беру на себя. Это все, товарищи. Ого, лес-то навалили. И порядок. Поднимешь бревно, толстый. Умагай! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удержит берег. Да надо бы. Ты сказал про слона? Угу. Ну и что, откуда он заберут, когда? Не знаю. Ты пей, остынет. Егор, ты не крути, я тебя серьезно спрашиваю. Ты сказал про слона? Я тебе когда врал. А Илья что? По-моему, он не поверил. Ты куда? В поселок. Не надо, он сам приедет. Обещаю. Мам, может, оставим слона? Он ничей, я точно знаю, что ничей. На нем ездить можно. И работать он умеет. Он ручной. Он зеленую массу ест. И отруби. Как поросенок. Опять ты. Егор, ну ты же взрослый парень. Ну откуда в тайге слоны? Из Индии. Глупости. Ну хорошо, пусть из Индии. Но он же не может жить в нашем климате. И зимой погибнет. Мам, амбар утеплен. Мне ребята помогут. Мне ничего не надо. Велосипеда, мопеда. Только пистен останется. Мы будем жить втрою. Егорушка, милый. Ну разве нам плохо вдвоем? Хорошо, но только втроем лучше будет. Илья приехал. Куда побежал? Сиди. Договорился я с интернатом. До конца октября согласились Егорку ждать. По причине исключительности и таланта. Ну-ка иди погуляй. То сиди, то иди. С вами не соскучишься. Ты дерзи, дядьки-то, дерзи. Все, улыбаешься. Парень, может, чемпионом будет. Олимпийским. Мир увидит. Эх, мне бы его данное свое-то время. Ну, а как же я одна тут останусь? Да тебе хватит в тайге торчать. Это не женское дело. Браконьеров ловить. Поживешь у нас. Работать в школе. Ты уже за меня все решил. Решил, да. Сбрось снега. Я тебе все-таки брат. Брат, брат. Только не могу я отсюда ехать. Почему? Потому что заказник от Сережин. Ты помнишь, как он про тайгу говорил? Слишком много и долго брали. А кто отдавать будет? Да лирика все это. Сполна он заплатил все эти долги. Жизнь отдал. И меня пойми, Анюта. Десять лет я в школе преподаю. Ну, не было у меня такого парня. Не было. И вдруг... Есть. Вот он. Так ему сейчас тренер нужен, настоящий. А я? Ну, что я-то? Ты вот представь. Лет так через десять. Олимпийские игры. И вдруг по телевизору нашего Егора показывают. Тренер. Кто спрашивают? У вас был первый. Илья Петрович отвечает, Корнаков. Поклон ему. Благодарность. А я сижу вот против телевизора. Не плачу. Ты, Слава, сейчас заберешь? Заберу. Только ты мне его в газету заверни. Да погоди. Тебе что, Егор не сказал ничего? И ты туда же. Спятили вы тут со своим Егором. Смотри. Ого. Не отдам, Слава. Слышите? Не отдам. Этого же не может быть. Он ручной совсем. Как собачонка. Бред какой-то. Это не бред. Это слон. Он из Индии пришел. И будет здесь жить. Товарищи, расступитесь, пожалуйста. Дайте дорогу. Не мешайте, товарищи. Ребята, ребята. Алюк, сторонку, сторонку. Не подходите близко. Животное опасно. Не подходите. Товарищи взрослые, расступитесь. Прошу вас. Мужчина в шляпе. Вы же тоже взрослый человек. Отойдите в сторону. Не подходите, девочки. Не подходите. А хорошая жизнь. Дайте дорогу, товарищи. Дайте дорогу. Ну что вы, товарищи? Слона не видели. Бабушка, возьмите ребенка на руки. Пропустите, товарищи. Мальчик, не бегай рядом. Не бегай. Дайте в сторону. Господи, откуда он тут взялся? Это моего друга Слон. А они верят, что к Егору Слон пришел. А я сначала тоже не поверила. Телеграмму вашу получил. Да, слон у меня. Что мне с ним делать-то? Ну, ладно. До завтра как-нибудь перебьемся. Ну, дела. Фух. Ой. Отойдите, девочки. Отойдите от слона. На ночь-то его куда? Давай в гараж. Машину выгонишь и поставишь. Животное вроде тихое. Слон. Да. КОНЕЦ А Илья прав. Совсем ты здесь одичаешь. Ну, в чемпионство я не верю. А жить будешь в городе. Кино, театр. А главное, люди. А ты? А что я? Одна останешься. Ну что, тоже поеду в город, работу найду. А здесь? Здесь кто будет? Ну, я не знаю, новый лесник. В нашем доме. Ну, и что? Дядька с бородой какой-нибудь. Ой, да при чем здесь борода? Просто. Мне знать не будет. Болот еще забредет и утонет. Ты что, издеваешься, что ли? Да нет, жалко просто. Кого? Дядька с бородой. Да все я понимаю. Ну, едем. Было у нас царство государства. А будет. Ты на отца стал похож. Даже не заметила, как вырос. А давай пить чай? Ночью. А что? Ты же сам говорил, сами себе хозяева. Царство государства. Хотим, спим, хотим чай пьем. А чего ты улыбаешься? Все о чем ты думаешь, думаешь. О чем ты думаешь, Егор? Пойду я, мам. Куда? В поселок. Я должен его увидеть. Ему плохо. Я чувствую, что плохо. Егор. Толстый. Толстый. Я не знаю, что это за несчастье такое на мою голову, что ж теперь будет. Чандо, Чандо, миленько и встань. Петрович тебя ждет. Ну, поедем домой, а? Ну, что это такое? Поедем в Чандо, милый. Мой милый, поедем, мой миленький, Чандо. Ну, встань, я тебя уволяю. Ну, встань. Нет, это конец. Это я во всем виноват. Ну, миленький, ну, поедем. Ну, пришел к нам и сразу слег. Я в поселок, а Егор так и сидит всю ночь. Я не знаю, что делать. Он умирает. Нужен врач, ветеринар. У вас в цирке есть ветеринар? Есть. А я его отпустил. Это я погубил Чандо. Я... Господи, встаньте вы. Надо на фермах золотых. Сейчас и мигом слетаю. Давай, Тоня, давай следующего. Так, встань сюда. Хорошо. Хорошо, убирай. И давай следующего. Аня. Здравствуй. Солнышко. Нет, ну, какая красивая сегодня. Можно поцеловать? У нас слон заболел. Кто-кто? Слон, тебе говорят. Ну, Господи. Ну, ладно. Наша должность скромная, но нужная. И не надо надо мной шутить. Не надо. Вася, никто не шутит. Давай, забирай свой сундук. Поехали. Быстрее, Вася, поехали. Какой еще слон? Какой еще слон? Какой еще слон? Вот это да. Вот, доктор. Чудеса, да и только. Ну что, Егор, ты чего нос повесил? Доктор, это особый случай. Животное экзотическое. Ценность представляет значительный. Талант. Большой талант. Тише, пожалуйста. Артист замечательный. Да выведите вы все. Ну, свету дайте. Больше свету. Положение серьезное. Рана воспалилась. Но боюсь, не в этом дело. Хрипы. Бронхопневмония. Доктор. Он умрет? Лекарства нужны. Много лекарств, антибиотики. У меня кое-что есть. Но хватит на день, не больше. Не больше. Ну, а есть хоть какая-нибудь надежда? Ой, вернусь на ферму, возьму отрубей, лекарства, что есть. А ты, Илья, давай в город на аптечный склад и побыстрее. Я тоже поеду. Цирк, это магия, мой мальчик. Это волшебство, это гипноз. Кто мы без этой постоянной дороги? Без фургончиков, без дрессированных животных, без клоунского парика. Так никто. А знаешь, я тоже был клоун. Что-то не получилось. Из цирка я не ушел. Из цирка нельзя уйти. Я бы не прожил и дня без цирка. Цирк ведь это не профессия. Это не работа. Цирк, это жизнь. Вот, шеф сказал, зайдите через недельку. Да вы что? Да он умрет у нас через недельку. Кто, шеф? При чем тут шеф у нас, слон умирает? Все умрем. Товарищ, возьмите контрамарочку в цирк. Первый ряд, вы с супругой, все честь по чести. У нас здесь у самих цирк. Я говорю, все умрем. Вот заяц, прыгает, скачет, солнышку радуется, а ты его бах из двух ползей. Да, ну при чем тут заяц? У нас тут слон погибает. Мы на вас жаловаться будем. Да что, был косой и нет косого. А ну закрой дверь, малыш. Да не так, не так. С той стороны закрой, я сказал. Я не малыш. Моя фамилия Егоркин. Ах, Егоркин. Анна Петровна сынок выходит. Ну, проходи. Проходи. Присаживайся. Наслышан. Наслышан. Ты вроде как местный Маугли. Лес дом родной, а звери братья. Лимонадик хочешь? Слушай, а это правду говорят, что ты со зверями разговаривать умеешь. Здорово. Научил бы. А в слона выстреляли. Это кто тебе сказал? Слон. Скотина свидетелем быть не может. Кто слону поверит? Ему поверят. Он заслуженный артист. За него валюты плачены. Да, милый, не был я в тайге. Я уже год в руках ружьяк не держал. Оскорбинки хочешь? Угощайся. Нет, спасибо. Я капканы нашел. А на них отпечатки пальцев. Ваш. Подпишите. Шантаж должностного лица при исполнении? А вы не должностное лицо, а браконьер. И машину я вашу в заказнике видел. Вон она стоит. Подписывайте. Ну, старина, ты из молодых до ранней далеко пойдешь. Ну, что, так вот сразу взять и подписать? Да, сразу. Он не может ждать. У него температура высокая. А еще он говорит. Да кто говорит-то? Что ты из дяди, дурачка-то делаешь? А еще он говорит. Когда поправлюсь, найду того человека, который меня стрелял. И растопчу. Ну, да. Я ему лекарство, а он меня еще и растопчет, мало того, что напугал до смерти. А вот вы и сознались. О, о. Шарлок Холмс. Подловил. Подловил. Ну, ладно. Давай твои бумажки. Но только учти, что ни у тебя, ни у твоей мамаши никаких доказательств нет. Понял? На-ка вот, выдай все, что положено. Ну, иди вниз. Там все получишь. Погоди, мальчик. Слушай. Ну, скажи что-нибудь по зверинам, а? Ну, словом поправится, он вам скажет. А если еще раз заказники, то ружья и охотничьего билета у вас не будет. Ну, все. Ну, все. Хватит. Нет, еще раз сходим. Так у него же все равно аппетита нет. А когда выздоровеешь, знаете, какой аппетит бывает? Ой. Фу. Фу. Да, а с поросятами все-таки легче. Ну, давай. Вот тебе, Талины. Спасни бы. Петь. А? Привел бы Чанда хоть под окно, а? Я хотел, но врачи не разрешают. Почему? Ну, говорят, у вас тут нервное отделение. Больные испугаться могут. Скорее, пошли. Валяки, а я под дождем 6 километров шлепать не буду. Это дело добровольное. Пойдемте. Вряд ли, Пашка. Слон все-таки. Болеет. А может, он нас потом покатает? Покатает? Может, у него бешенство. Дурак ты, Пашка, совсем глупый. А ты умная. Ладно, позовете, Зуйкова постно будет. Пгорела, очень глупый. А сколько? В aquaticстве, что который отнимает? А��, он сказал. он сейчас понадобится нам... Но у нас снова было замен america. заменим она. Нет, я сезон. Но, вот, я уже знал, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...